Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 не вернется, если вдруг что-то с нами плохое произойдет, это видео сразу вылетает в интернет. И, ребята, тут явно, то есть, тут уже в Клещеве положили уже порядка тысячи человек, то есть, даже может быть больше, то есть, да, 1200. Хочется сказать скучно, это мы уже все видели, наблюдали. То есть, и там, ну, там делать нечего, это просто возможно, в последний раз вы видите парней. Они в нашей памяти, в нашем сердце. Привет, все придавайте. Кое-где еще обещают барана или 5 килограмм рыбы. Попрошу средства СМИ, вас попрошу обеспечить мою супругу, как сельская местность, отапливается печами, дровами, там, всеми делами. Попрошу местную власть, чтобы они обеспечили всем необходимым. Мир разделился на тех, кто будет жить, и тех, кому нужно умереть, став лучшими в аду. Основная работа, которая, наверное, ляжет на плечи этих мобилизованных, это вот непосредственно, как говорится, защита этих территорий, нахождение их, этих бойцов в наших тылах, чтобы они нам оказали поддержку именно в непосредственном, как говорится, локализации, как говорится, тех угроз, которые могут быть у нас за нашими уже спинами. Из каждого утюга мордатые депутаты, омерзительные лидеры Z-движения или попы в погонах вещают, что умирать не страшно, почетно и богоугодно. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние равносильное жертве. При этом чиновничья братья создает все условия для невыносимой жизни. Вследствие многомерной деградации российское общество стало предельно некомфортным и несправедливым. Герой времени пьяный Люмпен, бредущий на смерть в чужой земле ради удержания власти в руках его скверных заскорузлых господ. Давайте подумаем на тему, зачем ваш царь отправил вашего сына убивать нас? Ну, не знаю я. Зачем? Давайте подумаем-то. Я не знаю даже, что сказать. Если бы вашего сына убили, вот он был третьим, двухсотым, что бы вы себе отвечали на вопрос, за что погиб ваш сын? За что? Вот послали и погиб, наверное. Кремль опасается гражданской войны в России подобно смутному времени после кончины сумасброда Ивана Грозного. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. В отдельные светлые головы уже закрадываются мысли об истинной цели спецабосрации. Путинской шайке-лейке необходимо утилизировать как можно больше людишек, чтобы обескровить лавину будущей внутренней распри, связанной с трансфером власти. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Уже из большой гонки выбыла военная группировка, курируемая ГРУ. Каждый день новых поражений в Украине выгоден Путину. Сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов. Они просто взяли и тропанули. Партия ястребов все больше закапывается. От нее воротят всех и каждого. Тот же Медведев теперь выглядит жалким чучелом. Экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений. В таком же плачевном состоянии системные либералы. Недовольство ими нарастает из-за экономического обвала. При этом за какие-то месяцы РФ потеряла свое энергетическое оружие из-за необузданной жажды шантажа Европы. Жители Европы остаются один на один со своими проблемами. Но за океаном никого не заботят, что Европу ожидает очень темная, холодная и долгая зима. Экспорт Газпрома рухнул на 40%, объемы добычи на 17%. А Кремль требует расширить издержки на войну. Где брать ресурс? Как удержать падение доходов населения? Ответов нет. Ответа нет. Тем более не радует навешивание на страну четырех истрепанных войной украинских областей. Тем более выяснилась некомпетентность даже Конституционного суда РФ. Оказывается, в силе остается договор с Украиной 2003 года о государственной границе. Вы понимаете? Согласно данному соглашению, любые действия по пересмотру в одностороннем порядке государственной границы нарушают Конституцию страны. Иными словами, могут быть отнесены к особо тяжким государственным преступлениям. Это покушение на общественный строй России. По этой причине, что аннексия украинского Крыма, что попытка разжиться четырьмя новыми областями надругательства над конституционным порядком. Кто не с нами, тот против нас. Также речь идет об узурпации власти, ведь российскому народу навязывается сомнительное территориальное приобретение вопреки его воле. Сомнительны они еще и поскольку не признаны во всем мире, что порождает изоляцию РФ. Одобрение со стороны Северной Кореи анекдотично. Гойда! Годи кимчеви! Годи кимчеви! Гойда! 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 Ну правда все равно нужна людям. Людям нужна правда. Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. Мы понимаем с кем мы имеем дело. На носу организация внутренней жизни в РФ. На сцену рвутся полевые командиры СВО, способные выполнять роль новой российской элиты. Им выгоден проигрыш путинистов в Украине. Ведь тогда в руки они получат нечто большее. Власть над новой Россией. придут и сами все дадут. Людоеды ждут сигнала. Это не закончится здесь. Это может продолжиться и там. У нас дома. Я видел дома эти разрушенные, детские рисунки и все остальное. Это может быть у каждого из нас. Редактор субтитров